Привет, дорогие друзья! У каждого в доме есть такой помощник, как стиральная машина. Этим сейчас никого не удивишь. В век цифровых технологий это очень сильно облегчило жизнь человеку. Но очень много людей не знают элементарных правил профилактики стиральной машины. Недавно я был в гостях у своих знакомых и спрашивал у них, а вы выполняете эти действия? Делайте профилактику. Они на меня смотрят, как будто я с другой планеты. Многие люди не читают инструкции и вообще не интересуются своим агрегатом. А ведь вы прекрасно знаете, это как автомобиль. Ему нужно делать периодическое техническое обслуживание. То есть менять фильтры. Здесь все то же самое. Нужно делать определенное действие. В нашей стиральной машине есть два фильтра. Фильтр на подачу воды, он находится сзади стиральной машины, вверху. И фильтр, и всесторонние предметы, которые попадают в барабан, опускаются вниз. Стоит он внизу, слева или справа. И не делая этой профилактики, начинаются первые звоночки. Водичка в барабане, то есть она не сливается вся. Или когда вы прокручиваете барабан, там хлюпатит водичка. И еще один звоночек, это неприятный звук. То есть скрежет шум, стук непосредственно, когда производится стирка. И чтобы не допускать этих проблем, вам нужно периодически чистить фильтр стиральной машины. Фильтр находится слева или справа. У вас будет лючок. Его вы нажимаете или просто открывается. У меня это закрытая панель. Нам понадобится отверточка. Вставляем справа, аккуратно, без фанатизма. Поднимаем вверх. Теперь левую и посредине. Наша панель отошла. Мы получили доступ к нашему фильтру. Против часовой стрелки выкручиваем фильтр. Нужно подложить какую-нибудь тряпку. Попольется водичка. И посмотрите, что у нас здесь. Спички, резинки. То есть куча находок. Попадает с одежды, бирки, разная бумага. Все, что есть в карманах, попадет в ваш фильтр. Теперь я понимаю, что это за скрежет. Попал гвоздик. Когда вы почистите фильтр, вы тоже найдете очень много сюрпризов. Теперь промойте этот фильтр под проточной водой. В отверстие загляньте, чтобы там было чисто. Если нужно, то тоже протереть. И закручиваем наш фильтр по часовой стрелке. Вставляем панель. Четыре паза. Вставляем и поднимаем вверх. Прижимаем левую и правую сторону. Теперь ваша стиральная машина в полном порядке. Делать эту профилактику достаточно один раз в два месяца. И еще скажу вам бонусом, два действия, которые всегда нужно делать, если вы об этом не знали. Первое. Это при окончании стирки вам нужно открыть барабан, чтобы он просох. И вытянуть лоток. Если вы делаете эти два действия, лоток просохнет и не будет заводиться плесень. То же самое и с барабаном. Не забывайте про эти моменты. Если сильно смущает в таком положении стиральная машина, хотя бы 2-3 часа пусть постоит. Потом закройте барабан. То есть не до конца ставьте маленькую щель. То же самое с лотком. Друзья, выполняйте такие простые действия и ваша машинка прослужит намного-много дольше. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с друзьями, знакомыми. Им это видео тоже пригодится. Спасибо за внимание. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok